Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о женском персонаже из Ветхого Завета, которая упоминается в родословии Иисуса Христа, Моавитянке Руфи. Книга Руфи рассказывает ее историю в виде новеллы. Это такой литературный жанр, который встречается в Священном Писании, потому что Священное Писание в действительности – это огромная библиотека, где собраны тексты, принадлежащие самым разным литературным жанрам. И в каком-то смысле новеллы – это литературный жанр, где все персонажи вымышленные, и ситуация тоже может быть несколько вымышленной. Но, с другой стороны, нет ничего более реального, чем история Руфи. И имена персонажей, которые здесь упоминаются, они тоже символичны. И любой читатель того времени понимал с самого начала, что речь идет о каких-то очень важных символах. Я бы употребил слово «архетип», потому что это история, которая повторяется из поколения в поколение и передается, может быть, как формула крови в народе Божием. Итак, эта история символична, но это не означает, что это неправда. Нет ничего более реального и более правдивого, чем история Руфи. Это история о человеческой судьбе, но в конце будет дан ключ к пониманию, к прочтению этой истории, и тогда мы можем понять, зачем эта книга была написана и почему она вошла в канон Священного Писания. И прежде всего нужно обратиться к первым словам этой книги. В то время, когда судьи судили, и это начало уже говорит о том, что речь идет о каких-то делах давно минувших дней, преданиях старины глубокой, о каком-то далеком прошлом, когда еще не было царя какой-то былинной древности. Язык книги тоже является достаточно древним, классическим. Предполагается, что это очень архаичный язык, хотя в нем специалисты находят некоторые слова и выражения, которые могли возникнуть уже в гораздо позднее время после Вавилонского плена. Но не это самое главное в книге. Есть очень много вопросов, которые можно было бы обсудить, но мы не будем их обсуждать. Прежде всего, эта история кажется очень идиллической и прекрасной, хотя она начинается с очень драматической ноты, которая служит завязкой будущей драмы. Говорится, в стране был голод. И это та же самая ситуация, которая встречается в жизни всех патриархов. И Авраам, и Исаак, и Иаков, каждый в свой момент познали голод, который заставил их уйти из родной страны для того, чтобы не погибнуть. И вот здесь Элемелех и его народ отправились на равнины земли Моафа, где голод не так свирепствовал для того, чтобы не погибнуть. И вроде бы пока ничего необычного здесь нет. Так поступали и до него. Есть маленькая странность. Имя Элемелех слишком говорящее имя. Оно означает «мой бог царь». И вот персонаж с этим именем поселяется на земле, где царствует другой бог. Где царствует бог земли Моава. И для него эта земля – это земля изгнания, поэтому земля смерти. Нет ничего удивительного, что он вскоре умрет. Есть другие имена, не менее говорящие, чем имя Элемелеха. Прежде всего, имя его молодой жены. Но имень означает «моя милая», «моя прекрасная», «моя нежная». Но потом она овдовеет, и, состарившись, она поменяет свое имя и скажет «не называй меня больше Нуемень, но зови меня Марра, потому что Всевышний причинил мне слишком много горечи». Марра означает «марра» означает «горькая», «горечь». В начале этой истории у Элемелеха и Нуемень двое сыновей. И у каждого из них очень говорящие имена. Одного зовут Махлон, что означает вроде бы «болезненный», потому что корень слова «болезнь» – «изнеможение». Имя другого сына, Елеон, связан с идеей уничтожения, кончины, истощения. Поэтому нет ничего удивительного. С самого начала читатель готов к тому, что они вскоре умрут. Они долго не проживут. И действительно, они умирают, не оставив после себя потомство. И отец умер, и сыновья умерли. Наимень остается одна с двумя невестками. Имена этих женщин тоже примечательны. Одну зовут Орфа, другую зовут Руфь. Имя первой Ореф означает «шея» или верхняя часть позвоночника. В любом случае, это затылочная часть. Это задняя часть лица. И обычно ее показывает человек, повернувшийся спиной. И понятно, что персонаж с таким именем рано или поздно должен повернуться кому-то спиной. И поэтому, когда Наимень, прежде чем вернуться в землю Израиля, предлагает своим невесткам вернуться в родную землю для того, чтобы, может быть, опять создать семью, чтобы иметь будущее, то, конечно, Орпа поворачивается спиной, показывает шею и уходит в противоположность другой невестке, имя которой Руфь. И ее имя означает, что она останется вместе, она будет спутницей. Глагол, который лежит в основе этого имени, означает «сопровождать», быть спутницей. Она останется вместе со своей свекровью и вернется в Иудею. Когда Наимень возвращается вместе с Руфью в родную землю, к счастью, у нее есть богатый родственник по имени Ваоз. Его имя означает «в нем есть сила», хотя говорится о том, что этот человек богатый, но при этом уже вполне себе престарелый. Этот человек благочестивый, праведный, боящийся Бога, обладающий какой-то силой. Это означает, что еще может быть какое-то будущее. И Руфь, как пришелец, как чужестранка, для того, чтобы прокормить себя и свою свекровь, отправляется собирать колоски, которые остаются после жнецов на поле. И вот Богу было угодно так, чтобы она оказалась на поле, которое принадлежит Ваозу. Хозяин интересуется, кто это, молодая женщина, откуда она. Ему сообщают, он оказывает ей гостеприимство, принимает и даже покровительствует ей. И здесь возникает очень интересный виток этой истории. Испытанная жизнью свекровь, женщина мудрая, практичная, объясняет Руфи, как можно соблазнить покровителя. Продолжение этой истории хорошо известно. Руфь устраивается на ночлег рядом с Ваозом на гумне. И, проснувшись, Ваоз обнаруживает рядом с собой молодую женщину, которая ему объявляет о своем намерении. Руфь чужестранка, она бедная, она нищенка, которая собирает колосья, но при этом она, несомненно, прекрасна. И, возможно, Ваоз уже в преклонных годах, но он еще в силе для того, чтобы кого-то полюбить. И в этой молодой женщине, скорее всего, такой мужчина ценит именно отвагу, силу и решительность. Существует закон Левиарата. Вероятно, в те времена, когда была записана эта книга, этот закон уже был забыт, поэтому некоторые моменты напоминаются читателю. Закон Левиарата дает Ваозу право выкупить поле, которое когда-то принадлежало Элимелеху, и таким образом взять себе в жены вдову умершего сына Руфи. Этот древний обычай позволяет сделать так, чтобы и у Ваоза, и у его новой жены было потомство. И тем самым генеалогия царей не будет прервана, потому что по-настоящему здесь возникает тоже вопрос, будет ли продолжение и будет ли будущее в царской генеалогии народа Израиля. Для того, чтобы исполнить этот план, Ваоз должен вести переговоры с другим родственником, который ближе по степени родства, чем он, и поэтому первым имеет право на выкуп или искупление этого участка. Здесь мы встречаем очень важное указание о том, что такое слово «искупление». Искупитель – это родственник, который не только готов тебя выкупить, допустим, из рабства или нищеты, но даже взять себе в жены. Когда мы говорим «Господь – искупитель», то предполагается все это, и возникает образ благородного, праведного Ваоза. К счастью, этот первый родственник не очень заинтересован, и согласно обычаю Левиарата, Ваоз может взять себе в жены Руфь. Таким образом, история, которая начиналась как «История хлеба», потому что в этой стране был голод, и священная история – это история хлеба, поэтому упоминается город Вифлеем, который называется «Город хлеба», «Дом хлеба». Эта история становится историей продолжения рода, и поэтому здесь очень важно, будет ли продолжение рода или нет. И в конце этой книги упоминаются имена Фомари, а также имена Рахили, Ильи, воспоминания о великих прародительницах народа Израиля, и поэтому от того, что в генеалогии Иисуса Христа помимо Руфи упоминается тоже Фомарь, и уместно напомнить, что Фомарь тоже для того, чтобы у Иуды было продолжение, вынуждена была переодеться в куртизанку. Но в книге сказано, что Фомарь родила сына для Иуды, ради Иуды. Если бы это просто была женщина, которая исполняет какие-то свои пожелания, свои амбиции, то было бы сказано «родила от Иуды». Здесь сказано «она родила для Иуды». И поэтому история Руфи тоже прочитывается совершенно в другом свете. Это не просто какая-то тривиальная история о том, как нуждающаяся женщина соблазнила богатого человека. Она это делает не только для себя. Между ней и ее свекровью был какой-то завет. Она осталась рядом с ней для того, чтобы сохранить ей жизнь. И Господь устраивает таким образом, что в действительности этот завет со свекровью станет каким-то заветом с народом Израиля. Она примет участие, станет сопричастной к истории спасения. И мы узнаем, что Руфь – это прабабушка царя Давида, потому что родившийся от нее мальчик будет принят свекровью, как ее родной внук, и войдет в народ Израиля. Таким образом, здесь мы видим очень интересный штрих. В тот момент, когда Давид царствует, он всеми почитаемый царь, кто-то вспоминает о том, что Давид среди своих предков имел кого-то, связанного с землей Моав, но мовитяне – это были заклятые враги народа Израиля. И все это для того, чтобы не просто сказать, что в крови царя течет чья-то чужая кровь, но для того, чтобы сказать, что Бог Вседержитель, Он царь для всех народов, и поэтому поклонение Ему предполагает определенную степень открытости. Поэтому обстоятельства, например, что русский император во время войны с немцами и имеет бабушку или прабабушку-немку или англичанку, могло бы служить большим соблазном. Но библейский текст нас учит какой-то мудрости, открытости и человечности, для того, чтобы сказать, что именно эта открытость позволяет Богу совершить в нашей жизни, может быть, самое главное, чего мы даже не можем ожидать. Итак, Руфь, как и Рагав, как и Фомарь, упоминаются по имени генеалогии Иисуса Христа, и это чрезвычайно знаковое событие, которое подчеркивает, что спасение, которое Бог дает через воплощение своего Сына, открыто для всех. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.